В Беларуси планируют построить три новых медицинских объекта в рамках союзного государства. Пилотные проекты находятся в стадии отбора в профильном министерстве. Также будут организованы поставки медтехники и радиофармацевтических препаратов в нашу страну. Кроме того, прорабатывается вопрос о создании исследовательского реактора. В ближайшее время планируется сокращение рабочего дня для многодетных. Такую возможность рассматривает Минтруда. Главная задача – обеспечить баланс между семьей и карьерой. Поддержка от государства весомая. Выплачиваются пособия, выделяются льготы и оказывается материальная помощь. Большое подспорье – семейный капитал. В этом году сумма – 29 950 рублей. Еще до официального старта нового семестра в Могилевской области школьники и студенты в составе студотрядов приступили к работам в свободное от учебы время. В регионе трудоустроено свыше 100 человек. К слову, одним из знаковых проектов для жителей области, где будет задействована молодежь, станет строительство музея на Буйническом поле. В Бобруйске погибли 25-летний мужчина и 55-летняя женщина. Они сняли квартиру на сутки. На ночь выключили несколько комфорок на плите. При этом закрыли все окна и двери. Спустя время без признаков жизни их обнаружил знакомый арендодателя. Следователи проводят проверку. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. В Бобруйском краеведческом музее на 18 мая запланированы интерактивные площадки, мастер-классы, выставки, фотозоны. Жители и гостей ожидают увлекательные квесты и квизы. За музыкальное сопровождение будут отвечать творческие коллективы учреждения культуры и образования. Начало 18.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова